Фон для портретов, головная боль для художника. И неправильно подобранный фон может испортить даже самую классную работу. Всем привет, с вами Камила Яманова и я художник-портретист. Сейчас расскажу вам про три крутых фона для портрета. Смотрите ролик для конца. Правильный и качественный портрет это хорошо. А как насчет второстепенных нюансов, без которых невозможно говорить о завершенности работы. Фон это атмосфера и настроение работы. Он задает стиль, работает на композицию, придает портрет в шарм. А какие еще есть секреты, мы обязательно будем рассказывать на курсах и вебинарах. Какие я могу выделить и описать фоны для портретов? Вижу первый, давайте с него и начнем. Значит, темный. Он выгодно смотрится в данной работе, потому что есть четкая фокусировка на сам портрет. Девушка имеет светло-фарфоровый тон лица и как раз темная кофта и темное окружение явно выделяет. Мы не отвлекаемся на что-то другое и это такая подсветка получается для самого портрета. Следующая работа, такая более импрессионистская. Тут есть некоторая среда, цветы, второстепенный план, глубина. Мы уже помещаем портретируемого в среду и видим его в полный рост. Следующая работа уже также с дальним планом. Есть прорисованные детали, есть ощущение и какой-то сюжет у работы, природа, деревья. В общем, естественная среда тоже отлично подчеркивает, задает настроение будущему портрету. Контрастный портрет и контрастный фон для него. Тут не просто так на девушку надета дополнительная драпировка, для того чтобы вдвойне подчеркнуть лицо, его подсветить и этот контрастный цвет фона по идее должен наоборот выделяться на фоне остального, но тем не менее он наоборот его центрует этот портрет сам по себе. И это тоже очень выгодно, хотя этот цвет нужно находить все-таки и быть с ним осторожным. Еще один, можно их вместе поставить, еще один вариант фона. Тут у нас просто дополнительные мазки, которые находятся в среде и очень близкие по тону, отсутствие каких-то границ и просто от добавления материальности и настроения какого-то. На левой работе более такие свежие и лихие мазки, тоже задает настроение конкретной картине. В этом случае с правой стороны мы видим более проработанную часть фона и это тоже работает. Стабильное, спокойное настроение и хочется рассматривать каждую деталь, чепчик, платье и не отвлекаться конкретно на фон. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы рисовать портреты. Ролик 8. Сможет и ребенок. Ну что, получилось? Пишите в комментариях, делитесь своим опытом и идеями. Желаем вам удачи и не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и заглядывать в описание ролика. Там всегда свежие ссылки на бесплатные вебинары. А с вами была Камила Яманова. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить новости о моем творчестве. До встречи на этом канале!